Волгограде стало на пять управ компаний больше. Новые управляющие компании получили лицензии и могут официально управлять жилыми домами. Ученики 55-й школы за чистые детские площадки. Вместе с активистами микрорайона Родниковая долина ребята вышли на акцию Стоп Вандал. Очистили игровые комплексы и качели от грязи и надписей вандалов. Лаборатория будущего открылась в историческом парке «Россия. Моя история». Мультимедийная профориентационная выставка «Практику» с помощью интерактивных квестов, симуляторов и мультимедийных технологий расскажет школьникам о востребованных профессиях на рынке труда. 4 ноября в Волгограде пройдут крестный ход и митинг в честь Казанской иконы Божьей Матери. Праздничные торжества начнутся в храме Александра Невского и продолжатся в пойме реки Царицы. Как принять участие? Волгоградцы смогут увидеть фрагмент первой постановки городского музтеатра. Праздничный вечер-концерт, посвященный 90-летию учреждения культуры, состоится уже в ноябре. Какие сюрпризы готовят артисты для своих зрителей? 25 ноября волгоградцы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Ставим будильник, чтобы не пропустить и изучаем главные правила наблюдения за солнцем. Птица-альбинос или новый вид. В городе на Волге заметили белоснежного воробья, что думают орнитологи. А также, могут ли женщины участвовать в СВО? И почему работающие волгоградцы не готовы отказаться от WhatsApp? Все это не только. Читайте на сайте mtv.online